Президент Ильхамалиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе. Верхний Ширванский оросительный канал с земляным руслом, введенный в эксплуатацию в 1958 году, являющийся вторым самым крупным каналом страны, берет начало от Мингичевирского водохранилища. Верхний Ширванский канал обеспечивает оросительной водой 112 тысяч гектаров пассивных площадей и бытовой водой населенной пункты Явлахского, Агдашского, Гюйчайского, Зардабского, Уджарского, Кюрдамирского, Исмаилинского и Оксуинского районов, расположенных на Ширванское равнение. В результате более чем 65-летней непрерывной эксплуатации канала, производительностью 78 кубометров в секунду и протяженностью 122 километра, резкого увеличения годовых потерь воды, а также из-за того, что установки пришли в аварийное состояние и утратили свои функции, миллиардативное состояние земель ухудшилось, и они подверглись деградации. Все это создало перебои в подаче оросительной воды на пассивные площади в вегетационный период, и еще более усугубив напряженность в удовлетворении постоянно растущей потребности региона в воде, привело к нарушению экологического баланса. В целях восстановления инфраструктуры Верхней Ширванского оросительного канала, а также поддержки своевременного и эффективного решения вопроса водоснабжения действующих хозяйств, более рационального использования водных ресурсов и повышения водопропускной способности магистрального канала, президент Ильхам Алиев 8 апреля подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала. Согласно распоряжению, Верхний Ширванский оросительный канал был переименован в Ширванский оросительный канал. Было отмечено, что по заказу агентства турецкой консалтинговой компании «Суяпы» были подготовлены технико-экономическое обоснование и в четыре этапа рабочий проект реконструкции Верхнеширманского канала. Реконструкция и строительство канала на уровне современных требований послужит более рациональному использованию водных ресурсов и оптимальному управлению за счет создания централизованной системы СКАДа, улучшению обеспечения бытовой водой населенных пунктов, обеспечению оросительной водой 230 тысяч гектаров земельных участков, в том числе улучшению водоснабжения более 110 тысяч гектаров, имеющихся посевных площадей и привлечению в оборот 116 тысяч гектаров земель, пригодных для посева, предотвращению потери около 346 миллионов кубометров воды, улучшению экологического состояния озера Каджигабул, прилегающих территорий и миллиардативного состояния земель, достижению высокой производительности, прекращению функционирования насосных станций, обеспечивающих оросительной водой посевные площади, принадлежащие крупным хозяйствам, и подпитки насосной станции Перса-Чайского водохранилища. Перса-Чайского водоснабжения